Дорогие зрители, жду сегодня гостей. И вебинар начался. И гостей я жду. Прибралось все. Посмотрите, что я готовлю сегодня. Канатики. Ромочка пришел к нам. И мы, короче, будем кушать с ним и заниматься, и работать. Я буду его обучать. А я вот такая вот. Это наш лидер 15 уровня, Олег Ульянов, юрист. Он уже с самого начала бизнеса. Живет в Испании. Сниму моим любимым подписчикам видеоотчет. Что я приготовила сегодня. Посмотрите, какой у нас шикарный стол. Это из овощей. Это салатик. Крылышки. Кабачки мои. Соус с мясом. И канатики. И все. Приятного нам аппетита. Рома езжает скоро, да? Понравилась тебе Рома? Конечно. Понравилась Мерсин. Еще приедешь? Конечно, скажи, квартиру купил здесь Рома. Рома молодец. И квартиру купил. И инвестор. Умница. Молодец парень. Вот это да. Всем добрый день, друзья мои. Нам пришла очередная посылка от Олечки. Мы долго ждали ее. Не то, что ждали. Ну, видите, холодильник. Сейчас мы это все откроем и покажем. Как интересно, что там внутри. Какие вкусняшки. Какие вкусняшки. Какие вкусняшки. Друзья мои, я в шоке. Так давно мы такое не кушали. Аж кем бисчок заман были, Емельик. Видно? А это, наверное, лед. Бубус. Да или мы? Посмотрите, копченая курочка. Мясная нарезка. Боже мой. Это говядина все. Бубалык. Это рыба. И вот. Разные-разные. Боже мой, как красиво. С из мира. Благодарю, Олечка, за такой подарок. Благодарю, Олечка, за такой подарок. А хочется все попробовать. Эту вкусняшку. Боже. Мы счастливы с Ашкемом. Спасибо. А сейчас мы идем погулять. Может, шопинг устроим себе. Еще не решили. Просто кое-что хотим посмотреть с мужем. Муж вам привет передает. Он такой серьезный, GDM, а калпиначок и стесняется просто. Немножко сделаю обзор вам. В магазине какие марки есть? Клы есть, Клы. Клы есть, Клы. Мадам Ку-Ко. Мы его сейчас посетим. Здесь Адидас. На третьем этаже. Вкусненькая. Мой любимый Мадам Ку-Ко, друзья мои. Боже, какая здесь красота. Мне кажется, здесь все такое красивое. Все. Даже посмотрите, я ножницы увидела. Они стоят дофига. Со скидками. Сейчас 400 лир, а стоили в два раза дороже. Вот такие ножницы, которые мама мне прислала, да? С зубчиками. Сколько они стоят? 250. 500 стоили. Скидки вот. Такая кастрюлька стоит 800. Видите? Кастрюльки. Кастрюльки все есть. Боже, все красиво. 50% скидки, мои дорогие. Очень все красиво. А здесь косметика для алоэ. Пледы укрывался. Косметика алоэ. Обалдеть какая. Надо посмотреть. Это очень полезно. 99. Видите, стоит 100 лир. Такие вот цены. Все подорожало. Мыло обычное. 30 лир из алоэ. А это что, парфюм? Угу. Вкусный парфюм. Но это зеркало. Не увеличивает. Нет, друзья мои. Такая красота здесь. Такая красота. Машки водка купали мне. Все нравится. Всем добрый вечер, мои дорогие зрители. Мы вернулись. И не решила я с вами чуть-чуть поболтать. У меня такая выбралась возможность. Думаю, пока я не переоделась. Пока я хорошо выгляжу. Лучше поболтаю и запишу. И вот отвечу на многие вопросы. На какую тему? Ну, на тему комментариев. Давно я не отвечала на комментарии именно вам. Лично. Мы быстро вернулись с мужем. Так как мой муж, оказывается, с друзьями собирался в ресторанчик. Но ничего страшного. У меня и будет время поработать. Заняться своими делами. Пообщаться с людьми. Прежде всего, я хотела бы вам сказать большое спасибо. Всем тем, которые меня поддерживают во всем. Ждут моих видео. Ждут обычные мои видео, которые я снимаю каждый день. Это влоги. И пролистав комментарии, я обнаружила, что у меня появилось очень много новых людей. И они не знают обо мне, наверное, ничего. А просто случайно заглянули, увидели одно видео или два. И показалось, что это одно и то же. Видно, есть такая категория людей, которые ждут от блогера каких-то чудес. И я не знаю, может, мы должны на голове стоять. А может, ещё что-то сделать? Вы нам подскажите, чтобы вам нравились наши видео. У нас не может быть каждый день праздник. Вы это же понимаете. Каждый день в основном похож на другой. И для этого есть какие-то дни, когда мы устраиваем себе праздник. Например, завтра мы идём на праздник. В воскресенье мы идём на праздник. Я показываю жизнь мою в полном объёме. Но не каждой дневной блоге я показываю частями. И, конечно, плохие комментарии буду удалять, я не буду отвечать на них. Хотя я такой позитивный человек. Вы знаете, я сейчас транссерфинга. Транссерфинг — это управление реальностью. Поэтому я, как зритель, посмотрела, почитала и по-хорошему ответила. Чтобы меня довести до блока, то нужно очень хорошо постараться. А так, мои дорогие, я не поддаюсь на ваши никакие-то уколки, замечания и всё. Я настолько себя сейчас натренировала и помогаю многим очень, моим подружкам, жить так. И действительно стало лучше, стало позитивнее, стало красивее. Чем больше мы излучаем позитива, тем больше мир поворачивается к нам лицом. А когда мы отправляем, посылаем негатив, бумерангом возвращается негатив. Я повторно сейчас слушаю книгу Вадима Зиланда «Транссерфинг реальности» и открываю для себя каждый день что-то новое. И думаю, что я уже контролирую, работаю и уговариваю, как мне пишут. Вы уговариваете себя. Действительно, я работаю над собой. Когда что-то происходит необыкновенное, то я сразу хочу поступить, как раньше, но затормозив, я поступаю по-новому. И продолжение не следует плохого продолжения. То есть всегда приходит на помощь Вселенная и мир, который предоставляет нам несколько путей и посылает таких людей, которые решают эти проблемы. Вы не представляете, как изменилось моё убеждение, и жизнь поменялась по-другому в отношении моих детей, в отношении мамы. Может, вы видели раньше мои видео, и вы видели, как я реагировала на те или иные ситуации, переживала, плакала, паниковала. Сейчас я по-другому. Вот могу рассказать даже на примере, что произошло у нас. И так получается, что я снова записываю видео, а не отвечаю на комментарии. Но я так посмотрела 20 комментариев и образно ответила на комментарии тем людям, которые только попали ко мне на канал. И я просто хотела объяснить, чем я занимаюсь у себя на канале. А что произошло у нас сегодня? 15 сентября, сегодня начинается у нас учебный год в Грузии. Я знаю, что у меня два ученика. И после двух, ну знаю, что с утра суматоха, естественно, всем не до меня. И я решила позвонить после двух, поздравить моих школьников, мою семью, и что я получила в ответ, что Мария пошла в школу, а Деми нет. Для меня это было, знаете, как гром среди ясного неба. Хотя я знала, что очень много учеников, и Деми был под вопросом, возьмут его в школу или нет. Но обещали, но не знаю. Я так сказала, как Селина будет угодно, так пускай произойдет. И вот в итоге он не пошел сегодня в школу. Ирмочка пошла в садик, и, скорее всего, Деми заберут в садик, и они вдвоем пойдут в школу. Но я приняла эту информацию негативно, и тут я, ну, значит, как Вселенной угодно будет, так и все и получится. Мы здесь не прави ничего изменить. Мы сделали какие-то движения, да, она пошла к директору, там, в садик, в школу. Как решится проблема, так и будет. Мы ничего не можем, мы ничего не можем изменить события. И в этой ситуации благодарностью принимаю то, что есть. Поверьте, что всё, найдётся всегда выход. А раньше я бы плакала, я бы начала звонить туда-сюда. Не нужно так делать и не нужно важности строить. Из каждого события не важничайте. Например, у вас намечается день рождения. Вы так скажите просто. Как Вселенная и миру будет угодно, так и всё и пройдёт. Я не делаю из этого проблему. Я знаю, что мир позаботится обо мне. Скажите вот эти волшебные слова. И мир позаботится. А я раньше, за месяц назад, думала о моём день рождения. Как пройдёт, что пойдёт. Я тратила энергию, это меня подавляло на другое. Но вы понимаете, мы напрасно делаем какие-то движения. И нужно контролировать себя. Неважничать всегда перед какой-то целью. И когда она исполнится, просто нужно поблагодарить. Вот у меня сегодня такой был замечательный день. У меня была такая посылка неожиданная от Олечки, которая прислала мне кучу вкуснятий мясных. Вы понимаете, мы даже не подразумеваем, что когда мы отпустим любую ситуацию, могут возникнуть и появиться в нашей жизни такие люди, как ангелы-хранители, которые помогут нам решить одну и ту или иную проблему. И может быть, у нас какой-то шанс появится. Нам подкинут. Или какое-то хобби мы обнаружим в себе. Или какую-то работу нам подкинут. Или с людьми мы ещё познакомимся. Вы понимаете, позаботьтесь о том, о своём спокойствии. И мир, и Вселенная решит за вас все проблемы. Сейчас многие из вас, наверное, подумают, что Светлана в очередной раз с ума сошла. Нет, я не с ума сошла. Я стала реально относиться ко всему и уверена, что мы сами в силах изменить свою реальную жизнь. Это так, друзья мои. В силах изменить свою реальную жизнь и построить свою счастливую, настоящее. То есть мы должны знать, что мы проживаем уже в той цели, которую мы поставили себе. Чувствовать себя таким человеком. Такие события. Больше не буду ничего вам рассказывать. Хотела с вами так поболтать. Вы, наверное, соскучились. Может, это не будет такие однотипные видео для кого-то. А вы, новые подписчики, пожалуйста, поймите, что у меня канал посвящен моей жизни. И я сверхъестественного ничего не смогу вам показать. Когда я куда-то уезжаю, естественно, я беру вас вместе со мной. И желаю вам огромного счастья. Будьте позитивными, относитесь к людям по-хорошему. Не буду повторяться. Это все плохо для вас. Даже если вас оскорбили, унизили, пропустите мимо ушей и идите дальше. Или пожелайте этому человеку самого-самого прекрасного, как я желаю очень многим. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю. И ценю с вами Светлана Ата.